Песня Игоря Поливода Игорь Поливода наближал белорусский мелос до европейскости, потому что он был высокоодухованным, тленовитым, майстром своей справы. В тот час, когда он жил, когда он был, когда он працевал, процветали мелодисты. Мелодисты, которые писали на этот день, на хвалу партии, на хвалу ураду. Игорь Поливода працевал на вечность, потому что он отчувал, что ему вечностью отмежевал на малый час, и он поспел многое. Так само, как и Максим Богданович. Я неколи писал Игору, Игорь Поливода, родные песни воевода. Слыхали ли вы дыхание вечное, галактик, вакуумный накал, признание звезд, слияние млечные? А я слыхал, открыт ли вам посеребренный мир странных снов, как манускрит, межзвездной пылью освященный, а мне открыт. Поливодой называли человека, который, как говорят, прошел огонь, воду и медные трубы, способен на великие дела и, может, даже за женщину воду. То есть жги вода или боли вода. В 50-м он ему только родился, в 52-м ему было 2 года. Мы снимали комнату где-то там в районе товарной станции. У меня пианино стояло в комнате, много занимался. А он еще, так сказать, подходил к пианино и, не глядя там, что мог достать над головой, уже подбирал какие-то созвучия. А что его талант был ясен с самого начала музыкальной. И поэтому у меня не было никаких сомнений, что его, так сказать, дорога жизненная – это музыка. Да, нет хозяина и рояль расстроен, так же, как и все мы. Замежою быця, недоступная вечная тайна, Володарство богов и бессоння завейной ночи, Стародавний рояль, не маучи так, затято отчайно. Стародавний рояль, калиласка, хоть ты не маучи, Отгукнися в тиши на мое знеруронное слово Чистым гуком своим над самотой плакучик дорос И он познай о тебе И почуя, безмеже я снова И усмехнется тебе Взвешение сокровицки В тех стихах, которые я, так сказать, видел, которых раньше я не знал, потому что он как-то меня не посвящал свое стихотворчество. Вот. Ну, там тоже музыка в этих стихах. В рисунках своеобразных, которые, кстати, меня восхищали еще в детстве, когда он начал это все молевать, этот свой стиль, мне кажется, новый. Я в карикатурном жанре не видел вообще такого способа выражения, что ли, мыслей. Но я в этом тоже вижу определенную музыку, гармонию, безусловно. Так сказать, там, где настроение, гармония и мысли, там у него и музыка. В моем дорожном чемодане, среди ворохов бумаг, польских детективов, трусов и рубашек, есть книга в белом переплете с надписью на обложке КЭС. Титульный лист расшифровывает эту аббревиатуру. Краткий энциклопедический справочник о планете Галапузик и ее жителях. Если посторонний, несведущий человек возьмется ее читать, то дай бог, чтобы этот человек не оказался врачом-психиатром. Но труд проделан. На моей домашней полке находится еще несколько подобных книжек. А началось это лет эдак 20 назад. Учился я, как известно, в школе для особо одаренных детей. И моими одноклассниками были такие же одаренные дети. Ему все легко давалось. Он блестящий пианист. Он учился у выдающегося профессора Григория Ильича Шершевского. И очень быстро все учил. Я помню, в седьмом классе он когда был, играл замечательно. Соловья Алябьеву в обработке листа. И вот с тех пор я все время помню его замечательную игру талантливого человека с быстрыми беглыми пальцами и с удивительным даром импровизатора. Вспоминаю его острый юмор, вспоминаю его востребованность в капустниках, когда он с Василием Раинчиком, знаменитым человеком в эстраде белорусской музыки, играли вдвоем фортепианные дуэты. Тогда мы говорили о том, что такие дуэты были, скажем, в Польше, Киселевске, Томашевске. И никогда не думали, что мы обладаем такими же талантливыми людьми в этом жанре в Белоруссии. Субтитры создавал DimaTorzok Его путь начинался в музыкальной школе, одинцелетке здесь на площади Свободы, где он занимался в классе выдающегося педагога по фортепиано Григорьевича Шершевского. Затем в музыкальной академии, консерватории, где он занимался по двум факультетам, как композитор и как пианист. И затем в Союзе композиторов. Путь этот нелегкий, чтобы стать профессиональным композитором члена Союза композиторов Республики Беларусь. И Игорь Полевода все это достойно прошел. И, конечно, его творчество ярко проявилось в работе вместе с Мулявиным в ансамбле «Песняры». Там зазвучали его первые произведения в эстрадном жанре. И не только песни, не только баллады, и яркие полотна. И композиторы ему благодарны за то, что он был еще очень талантливым аранжировщиком. Многие произведения зазвучали в белорусских композиторах в руке Игоря Полевода. В графине была в веточках середины, на столике расшатанном... «Песняры» я был зачислен в августе 1978 года в связи с созревшей необходимостью пополнения коллектива молодыми талантами. Привлечен был в качестве пианиста, или, говоря современным языком, клавишника и аранжировщика. 340 концертов за год, на сцене по 6 часов в сутки. В Венгрии, Вьетнам, Никарагуа, звездный городок. Сам Климук сказал мне, что я похож на трех мушкетенов. «Полеводка», как мы его называли, это действительно был Д'Артаньян. И с ним мы объехали полмира. Это великолепнейший музыкант, композитор, аранжировщик. И он у меня, как особый человек, стоит перед глазами. Он и сейчас жив, и он сейчас в моем сердце, потому что это уникальнейший человек, интеллигентнейший. Это настоящий белорус, интеллигентнейший белорус, европейский белорус. В одной беседе я говорю, Игорь, как вообще ты работаешь? Он говорит, я работаю как волк. Я говорю, закрываюсь на неделю, на дни 10. В своей пустой квартире, говорит, вот пишу вот эти крючочки. Каждая песня мне дается, как рождение ребенка. Вот я, говорит, рожаю песни, понимаете, только женщина, говорит, рожает, там уже ручки, ножки есть. А здесь мне приходится, говорит, еще целую неделю пестовать, что-то, говорит, переделывать, что-то, говорит, обрабатывать. Говорит, это так кажется, что песня легко создается. Под настроение сажусь за рояль. И могу часами изливать наболевшее, накипевшее, набухшее и перезревшее вольной импровизации. На ходу рождаются мелодии, созвучия, полифонические планы. Все это, само собой, облекается в некую форму, наполняясь причудливыми образами и сменой настроения. И он писал на диво мелодичные песни, где пановал белорусский дух. И он это вельми тонко отчувал. Бо, може, не угодно вас белорусских композитору, нема таких песен, где природа дыхая, где живая, где шумить поле, где гамонить трава, где звенить вода, где барабанить дождь, в дах. И он это чувствовал. И он это мог передать. ПЕСНЯ Его острота, темперамент и изысканный он, музыканта, хорошо воспитанного в классической музыке, мог и пошутить над известными всем популярными песнями. Так возникла, например, севита Раймонда. Это полотно было создано в шесть дней и три ночи. Такты невообразимой смеси известных мелодий. По написанию произведение было немедленно подвергнуто исполнению. Переполнившая залу уважаемая публика аплодировала стоя, заходясь в криках «Браво!». Такого фурора давно не видел наш концертный зал. Даже осыпалась штукатурка. И там теперь придется делать ремонт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это очень высокообразованный музыкант, который прекрасно владел искусством оркестра. Он был прекрасный аранжировщик, он прекрасно знал оркестр, он прекрасно владел формой. И самое главное, что он безумно любил свою страну, свою родину, свою Беларусь. И этим отличается его творчество, потому что все песни, вся музыка, которую писал Игорь, она, безусловно, имела национальную окраску. Ее не спутаешь ни с украинской, ни с казахской, ни с русской песней. Это действительно белорусская музыка. Я бы ответил то обстоятельство, что Игорь очень любил хорошую поэзию. Он буквально знал наизусть очень-очень много прекрасных белорусских сочинений. И он дружил со многими белорусскими поэтами. И тот результат, что мы в оркестре сделали три крупные работы, это цикл песен на слова Максима Богдановича, на слова Янки Купалы и на слова Аркадия Кулешова, я думаю, то прекрасное свидетельство, что Игорь был настоящий музыкант, настоящий патриот своей страны и человек, который безумно любил национальную поэзию. И все-таки не там еще вдохновение, не там. Сижу в молчании наедине с бутылкой огненной воды и тупо смотрю в голубой экран. Мог ли я думать, что в рассвете лет и сил так шибанусь грызлом о бетонную стену развитого социализма? Не голодаю, слава Богу, пока. Но приходится все больше думать о своей утробе, тогда как давно пора размышлять о душе. Я считаю его настоящим народным артистом, настоящим народным композитором, потому что музыку, которую написал этот человек, на замечательную классическую поэзию Беларуси, я думаю, она будет жить всегда вечно. И сколько я буду работать, сколько будет работать наш коллектив, мы будем всегда работать с этой музыкой. К этому подтверждение постели наш фестиваль в городе Молодечно, где традиционно открывался этот фестиваль. Замечательная песня, которую он написал специально к этому фестивалю с поэтом Леоном Прочаком, песня «Молодечно». И многие другие песни, которые стали уже просто визитной карточкой, музыкальной карточкой нашей страны. Невозможно было смотреть, как человек себя разрушает, как он много курит, как он не признает вообще ничего, не хочет ничего слышать. Как бы он уже прожил эту жизнь, он готовился к тому, чтобы перейти в тот мир. И вот то, что произошло, и я как бы это тоже такое предчувствие было всегда плохого. Я вот смотрела на него и думала, Господи, ну создал же Бог такую красоту, и как это ужасно, что я скоро перестану это вот видеть. Вот я осознавала то, что мне надо смотреть на него много-много, ловить в этот момент, то, что он еще пока жив. Но здесь было видно, что человек как бы прожил за 45 лет, наверное, три таких жизни по 45. Настолько он интенсивно жил, настолько он много делал, настолько он и жалел себя во всем. Вот я помню, что мы идем по улице, а он курит и говорит, и говорит, говорит. Я говорю, Игорь, ну тебе же так тяжело дышать. Ты и куришь, и говоришь, ты хоть пока не говори. Вот этот воздух морозный, я буквально слышала, как его сердце хлюпает, хлюпает, вот как бы оно с трудом работает. И вот тот диагноз, конечно, который просто поставили врач, вот который его спасал, он даже мне говорил потом, что я не понимала, почему мы его не спасли. А когда оказалось, что это кардиомиопатия, это неизлечимое сердечное заболевание, это когда сердце, оно растет, и оно становится таким большим, что оно просто перестает работать. И я помню, что были такие времена, когда мы только встретились, и я сразу с первого взгляда влюбилась, как безумная, я думаю, что это было заметно. А он так покуривал и говорил, Олечка, у меня же большое сердце, но я не могу вместить туда всех женщин. Но на самом деле он вмещал туда не только всех женщин, но вообще всех людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он очень ответственно, долго готовился к первой исповеди. Насколько это был человек требовательный к себе, было видно из того, что он просто не допускал себе. Я его благословлял и даже настаивал, чтобы он исповедовался и причастился, но он считал себя недостойным. Первая исповедь прошла очень искренне. Он записал грехи свои на листе бумаги, и видно было, что много дней он готовился к исповеди, вспоминая все свои согрешения, проступки, которые он совершил о дне юности своей. И вот такая искренняя исповедь дала ему ощущение плодов благодати, которые Господь дарует достойно исповедующимся людям. Он причастился, и вот такая благодатная радость просто видна была на нем. Он просто светился. Умер в нищете и одиночестве. Это расхожая концовка многих биографий во времена оны на страницах потрепанных и исчерканных школьных учебников. Никоим образом не претендуя на место в будущих академических пособиях, надо осознать, все же своя биография есть у каждого, и стоит ли заканчивать ее в нищете и одиночестве по собственной доброй воле. Но концертов нет, репетиций нет, записей нет, съемок нет, работы нет, денег нет, ничего нет. Через тернии к звездам. Скучно об этом, но жизнь продолжается, и с этим нужно считаться. Мне до дому пешком сто часов, от дождя я прикрылся в капот, город спит, а в кармане штанов лишь билет на трамвай до депо. Остановка пуста, грустно мне, и тоскливо в ночи одному с беспризорным котом наравне пялить глаз в морозистую тьму. Белый плащик порхнул мотыльком в освещенном квадрате окна. С шумом скрылся трамвай за углом и настал опять тишина. Женщина. Женщина. С шумом скрылся. Женщина. Субтитры создавал DimaTorzok